Лаборатория занимается мозгом в основном, то есть высшей нервной деятельностью, но тут оказалось так, что не на все вопросы электроэнцефалографии отвечает, и нужно немножечко расширить. И таким вот направлением оказалось то, что называется HRV на западе, это Heart Rate Variability, то есть у нас называется вариабельность сердечного ритма, вариабельность ритма сердца, как хотите, так и называйте. Значит, в чем здесь смысл, а главное, зачем оно нужно, то есть в науке, понятное дело, это все используется, выделяются гранты, они проводят двойные слепые, контролируемые исследования, ну у них это нормально получается, у нас, к сожалению, государство не выделяет таких средств, ни в каком варианте, я не думаю, что в ближайшее время это будет. То есть, но вопрос стоит, а в клинику пора или не пора? То есть об этом все слышали, Баевский еще в Советском Союзе это разрабатывал, на космонавтах проверяли, но вот когда же пришла пора? Вот я такую проблемку поставил и с вами сейчас мы ее попробуем каким-то образом решить. Значит, вот мы здесь видим, есть кардиограмма, да, то есть, например, одно какое-то отведение, в кардиоинтервалометрии имеет значение расстояние между R-зубцами. Ну то есть, вам же понятно? R-зубцы, между ними расстояние. Так вот мы видим, что вот здесь, например, 953 миллисекунды, а здесь, например, 1021. Ну, дальше, что с этим делать? Ну, эмпирически установили, если вариабельность, ну, то есть норма, это от 30 до 70 миллисекунд, если между соседними интервалами, то это говорит о том, что это норма, это так у нормального человека в покое так должно быть. А теперь, а что же делать дальше? А если не так? А вот если не так, тогда будем говорить о том, что если снижение, то мы будем говорить о том, что преобладают в организме катаболические какие-то процессы. То есть, в организме что-то идет, и маркером, индикатором будет являться сниженное. То есть, меньше 30, будем говорить об этом. А ежели больше, то больше уже, так сказать, анаболических процессов. Соответственно, опять информация абсолютно другая. И поэтому начали вот это применять, в основном это идет применением на здоровых, когда никаких угроз нету, очень легко проводить любые испытания, потому что человек здоровый, ничего с ним не случится. То есть, на космонавтах проверяли, то есть, там, где нужно определить, то, что были какие-то там характеристики, которые вот и легко определяются, и не напрягают ни сотрудникам, никого. То есть, а зачем это нужно, да? То есть, определили, что вот в человеке есть автономная нервная система. И вот она регулируется по своему какому-то алгоритму, и наше сознание к ней не имеет никакого отношения. То есть, это относится к бессознательным, хотя она управляется более глубинными структурами головного мозга. Там и продолговатые мозги, и все, то есть, и гиппокомпальные. Вот эти все формации, они являются управляющими, но мы их мозгом контролировать, в принципе, вряд ли можем. Ну, то есть, просто так. Поэтому, за что это отвечает, или что мы можем оценить с помощью этого метода, да? То есть, это энергия, как она распределяется, и насколько ее вообще есть. То есть, это усвоение пищи, то есть, что немаловажно, потому что, когда вы говорите о пробах и так далее, то есть, это все вот, здесь оно уже имеет какие-то... Это настроение, то есть, эмоциональная сфера очень важна. И мы можем оценить ответ на стресс. То есть, вот стресс-фактор, вот он может как раз здесь нам это все и показать. Первое, для чего это можно применить, то есть, где вот какие возможности есть. Первое, это скрининг, это определение состояния организма и его резерву. То есть, вот мы можем дать ответ, ну, предполагаем, что с помощью этого метода мы дадим ответ на такой вопрос. Выявление хронического стресса, когда адаптационные механизмы организма недостаточно для того, чтобы нормально отработать этот стресс, выработать какие-то механизмы, и дальше при появлении такого стресса организм без... ущербно реагирует спокойно на вот эти все ситуации. То есть, наступил опыт, опыт отработался, ресурсами обеспечено, и человек спокойно отрабатывает любые стрессовые ситуации. Вот те, которые он не отработал, вот это уже начинается подготовка к тому, что закончится это все дело не совсем хорошо. То есть, причем это не важно, это эмоциональный стресс, или там от физических нагрузок, или каких-то от других внешних факторов, которые, может быть, даже внутренних. Формирование групп риска. То есть, вот здесь уже, когда мы говорим, то есть, опять я говорю, что я специалист больше по здоровью, поэтому вот нужно, пока человек здоров, своевременно разобраться, какие у человека могут быть риски, своевременно выработать каком-то комс-мероприятии. Если организм самостоятельно не справляется, значит, тогда нужно дать рекомендацию, вот ты вот это не переносишь, вот старайся это исключить из своей жизни, иначе будешь пациентом того или иного доктора, не суть важно. Плюс здесь, возможно, количественная оценка терапевтического эффекта. Что может метод дать для врача-кардиолога? То есть, вот этот первый вопрос такой, как бы те кардиологи точно нужны. Определение риска внезапной смерти сердца. Многие выступали, и в принципе, эту тематику поднимаете. То есть, вот есть вещи, которые непонятно что, эффект есть, то есть, какая-то симптоматика есть, из-за чего произошло, нету. То есть, те методы, которые сейчас есть, остаются так же, как в эпилепсии, да, там сказать, крипто, все, что-то зашифрованное, расшифровать не можем. Мы с этим миримся, да, есть определенный раздел, в котором мы ничего сделать не можем. Вот таких пациентов мы тоже, опять же, берем, когда медикаментозно-резистивные формы, мы можем брать на немедикаментозные методы, где вот никто ничего не делает, ну и мы ничего не сделаем, ничего страшного, но мы, в принципе, пытаемся. Поэтому вот здесь вот такой же вот вариант. Когда есть и вещи, которые существующим методом диагностировать не получается, в принципе, я вам хочу продемонстрировать и посмотреть, а получится, нужно ли оно вам, то есть, как кардиологам, да. Дальше, что вы можете получить, этот метод дает форму гистограммы. Сейчас я вам все покажу, посмотрим, что вы с нее возьмете. Дальше, ну, опять же, различные варианты, вот что такое SDNM. Ой, как кардиолог, может мне ответить. Это есть средний интервал, между ними нормальный, средний разбросок, нормальный интервал, НН-50. Источные характеристики, которые вот именно по множеству интервалов не могут нам дать какой-то ответ. Так, приятно, что вот с вами, видите, уже так все, мы общаемся очень хорошо. Теперь, вот, то, что для врачей общей практики. Врач, когда к нему кто-то пришел с жалобой, и это еще даже не пациент, здесь есть возможность все-таки определения резервов, то есть, он на стрессовое воздействие, неважно на какое, на любое воздействие, то есть, есть резервы, чем это можно перекрыть. И определить, сколько их, вот, то есть, когда возможна адаптация, а когда адаптация невозможна, и резервов не хватает, и механизмы работают не так, тогда вот, в принципе, вот врач общей практики может с этим начинать работать, и это может являться у него основой для мультидисциплинарной уже диагностики. То есть, когда говорит, не, я не знаю, но вот точно надо вот это, вот это, вот это привлечь, и тогда мы получаем, ну, опять же, когда это получаем, когда вот, например, этот показатель меньше 20, то есть, мы посмотрели показатель меньше 20, о, сложные вещи сейчас имеются в европейской рекомендации. То есть, вот уже, и поэтому некоторые вещи, как General Adaptation Syndrome, то есть, газ, есть вариант, он определяется, и из этого дальше уже, как бы, достаточно понятно, что с ним делать. Количественное определение болевого синдрома, ну, вы попробовали, я пока, как бы, не разотался, как вот его точно определить, но хронический, хроническая боль, болевой синдром, то есть, его вот выраженность какая-то, количество теоретических возможностей, пока я еще не определил. Дальше, определение признаков депрессии, суицидальных наклонностей, каких-то признаков ПТСР, это синдром посттравматических, стрессовые расстройства, наркотической зависимости, то есть, ну, вот это достаточно вещь, причем это не то, но и фарматологическая, то есть, любые зависимости, то есть, это как раз вот по соотношению симпатической, парасимпатической системы, как вот это все может быть. И, например, опять же, это прогноз летальности после инфаркта миокарда, то есть, уже провели обследование, и, в принципе, как прогностический метод также может применяться. Значит, здесь я вам показал, например, ну, я вам покажу вот такой вот приборчик, это одноканальный, ну, даже не одноканальный, там, в принципе, на нем три электрода, но, в принципе, они, как бы, с одного места наложения пытаются собрать какую-то кардиологическую информацию. Здесь вот, что можно делать? Можно, ну, как бы, он хороший, он носимый, выводится информация, выводится информация на смартфон, то есть, можно ежедневный посмотреть, то есть, у меня тут не было ничего. Здесь вот это наиболее, значит, если зелененьким, значит, все хорошо, это чисто для пациента. Дальше смотрим, если оранжевенький, значит, стресс где-то, вот это, вот это вверху, это диаграмма стресса, то есть, стресс-факторы какие были, и мы смотрим по времени, когда я это все дело измерял, вот, и либо же там через полчаса, ну, немножко электроды не всегда работают хорошо, поэтому должен через полчаса, но, в принципе, я вот это делал, он демант, то есть, когда я целенаправленно измерял и смотрел результативность. Вот эти вот вещи дальше мы можем посмотреть по шкале времени, как бы, как варианты циркадности, мы тоже можем посмотреть, когда организм имеет резервы больше, когда стрессов больше, это внешний стресс-фактор, это внутренний от каких-то там патологических уже наклонностей. Здесь также вот мы можем, здесь стресс-фактор, а здесь вот уже, как бы, да, какое настроение, в каком состоянии организм, устойчивый, неустойчивый, там полностью удовлетворенный и так далее. Вот это вот все то, что есть. Но, опять же, для кардиолога что? Для кардиолога важно то, что мы можем это все дело передать, вот эту информацию, если много вот такого стресс-фактора накопилось. То есть мы видим, что из ряда вон выходящих, тогда нужно обращаться к кардиологу, которому я даю доступ к своей информации. Он открывает и обрабатывает уже классическими методами third-rate variability. То есть там уже будут немножечко другие. То есть вот здесь вот я посмотрел и померил некоторые показатели, вот которые у нас здесь определены. Вот это уже то, что может померять доктор, и доктор может вывести статистические данные. Вот статистика в графическом варианте. Вот видите, как менялся кардиоинтервал в зависимости от измерений за один день. То есть когда я мерил, вот оно дает, рисуют различные кривые, и мы уже по ним тогда можем определять какие-то вещи. Вот здесь показана другая программа, это то, что мы имеем здесь. Вот это вот общее состояние организма, которое как бы вот здесь вот не норма, но донозологическое состояние. 4 балла мы получили, то есть в принципе, ну понятно, что где-то надо нагрузочку сбавить, либо чуть-чуть поменять, и в принципе войдет в норму. Но бывает так, когда уже в патологическую сторону зашли, когда нужно в принципе обращаться срочно, и искать проблему, которая возникла. Организм точно не справляется, точно не справляется. И я вам скажу, что варианты были, и я вам скажу, что так варианты с сердцем решались достаточно просто. Ну, так называется, мезодиэнцефальная электростимуляция. То есть, грубо говоря, на 3 пункта за 15 минут стимуляции с ледяной структуру головы, и с сердцем все стало более-менее нормально. А изначально что с сердцем было? Ну, сложно, хотя это как бы тяжелая была дневная нагрузка, жара, то есть масса факторов. Ну, это массировок, я так понимаю. Это может быть и у больных. Ну, смотрите, это может быть, вот здесь больные, а вот здесь вот заболевающие, заболевающие, а вот это вот здоровые. То есть здесь уже надо смотреть, у здорового может быть где-то здесь короткие заходы. Вот если у него ухудшилось что-то, вы нашли, и дальше нужно разобраться, что у него не так. Или это развитие патологии, то есть мы дальше сейчас пойдем потихонечку. Что мы можем иметь? Мы можем иметь вот такой показатель, как скатерограмма. То есть, как вот есть вот такая вот площадь какая-то, где должны быть, попадать по норме все ваши интервалы. Вот если туда попадает, это норма, это все хорошо. А есть вот такие вот разбросы, то это может говорить о том, что вы где-то в зависимости, куда они входили, или в это вы в стрессировании были чем-то стрессированы, вы тогда по времени можете отсчитать и проанализировать, а что было со мной, либо пациент ответит, что у тебя было в 12 часов дня, там, 5-го числа. Нет, он вспомнит, что-то было, с женой поругался, там, еще какая-то машина чуть-нибудь куда-то не ударился. Тогда понятно, у природы понятно, это был стрессирующий фактор, на который адаптационные механизмы где-то отреагировали правильно. Ну вот, как бы другие варианты скатерограммы. Теперь, то, что мы имеем, то, что я вам говорил, индекс патологической зависимости. То есть, вот, например, если в зеленом, то есть мы видим здесь В2, В3, В4 и ВСС1, вот разные показатели, зелененькая норма, здесь вот, как бы, донозологические какие-то, а здесь уже гарантирована патология. И мы видим, если заходит в красный, значит, там нужно уже искать, а в чем проблематика. Что дает еще? Ну, опять же, то есть мы видим, как мы можем получать варианты, вот, отчетности. Иногда там есть нормирующие показатели, причем это вот то, что я говорю, что вот с этой вот простейшей вещи. В принципе, я сравнивал, как я проводил эксперимент, дальше я покажу. Но даже вот такие простые вещи при хорошей математической обработке, в принципе, могут вытягивать достаточно серьезные вещи. То есть вот этот приборчик, здесь вот мы видим раз, два, три электрода, они, ну, они рисуют... Даже может быть розовенький? Может быть, нет, а корпус они делают любой. За 300 долларов они вам любезли, по-вашему, заказывают, готовят и пришлют домой. Да, то есть мы видим, есть три электрода, три электрода должны быть плотно прилегать. Вот, и мы дальше вот, мы это практически все проверим. И дальше, что мы получаем? Вот обратите внимание, то есть вот мы получаем эрзубцы, но они как бы не совсем эрзубцы. Так, то есть это такой, ну, как бы, может быть, пульсограмм, я не знаю, вам лучше виднее, как это можно назвать. Но я проверил, и, в принципе, они вытягивают. Вот это уже вот этот прибор. То есть он дает три электрода и, по-вечему, сколько там, шесть отведений. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть отведений. То есть здесь уже мы можем говорить о профессиональности. То есть это уже можно говорить о медицинском приборе. Дальше вот здесь вот как раз интервалометрия. То есть здесь внизу показаны по каждому единице времени, по каждому удару сердца показаны интервалы. Здесь вот мы имеем, вот он приборчик, вот эти четыре электродика, плюс четыре электроэнцефалографических. И мы там меряем достаточно интересные вещи, заходящие в психиатрию. Теперь что мы получаем, какие варианты. То, что я провел сравнение. То есть я одновременно, чем хороший этот прибор, я его одел. И я сюда одеваю, например, там желтый электрод, сюда красный, на ногу зеленый и заземление на ногу. Я провожу измерения одновременно на одном и том же пациенте, для того, чтобы сравнить один прибор. Ну, будем так говорить, этот я беру как экспертный уровень, потому что здесь мы минимально три электрода кардиографических используем. Вот. И, ну, он выводит графики по всем отведениям, которые можно визуально хотя бы сравнить, понять, насколько там он правильный, можно ли его анализировать. Здесь практически я не вижу ничего, что он пишет. То есть я вам покажу дальше, как мы на него что-то запишем, а потом, а как на него посмотреть. А дальше уже нужно заходить в облако, просить доктора своего, или к нему подписаться, заплатить копеечку. И тогда доктор высылает вот эти все вещи, сколько раз заплатите. Вот столько вы и раз статистики даже можете получить. Но, во всяком случае, доктор может вам ответить на ваш страх, который у вас случился сегодня. Сказать, не переживай. Вот там в один часок вы позвонили, дежурный доктор сказал, не переживай, попей этого чайку с мелисой или с мятой, и все, где будет хорошо. То есть дальше, это вот вариант того, когда человек здоров, когда его не загонять, а наоборот, вот как бы стрессирующие факторы от профессионала получить хороший ответ, и все успокоится. Так вот это вот, то, что, вот это измерение, да, вот это спектр мощности. То есть чем там отличается? Есть очень низкочастотные вот эти вот интервалчики, есть низкочастотные, есть высокочастотные. Значит, если вы видите, здесь вот вверху, там низкочастотные к высокочастотным. Это симпатическая, парасимпатическая система. Другие факторы учитываются также, но мы посмотрим дальше. И вот здесь вот я смотрю, да, ну, чуть-чуть не очень похожий спектр. То есть это с меня сняты в одно и то же время. Ну, спектр не очень. Ну, ладно, делаем как бы еще второе измерение. А вот здесь вот я вижу, хотя бы сверху, низкочастотные, да, видно, что здесь пик, и он превышает по мощности все остальное. И здесь очень так же. То есть здесь уже, в принципе, если все правильно мерять, потому что, ну, здесь вот большая проблематика, его, ну, как бы он сделал для того, чтобы его носить постоянно. Вот, ну, немножечко так вот. Если сильно затянуть, контакты хорошие, но такой дискомфорт чуть-чуть может возникать. Поэтому здесь, когда вот проводить измерение, то есть вот мы пока ехали, через 30 минут он должен был автоматически замерять. Вот если у него слишком много артефактов, он сбрасывает. Поэтому пока мы ехали на машине, ни разу он автоматически не записал. Ну, пока я там сидел, нечего делать. А он деман 150 секунд. Прижал хорошо электродики. И, в принципе, я записал. Так для себя я вижу, как вот меняется мое состояние. Там в процессе задессы... То есть вы можете его не автоматически, а вручную... Нет, там есть вопрос, он деман... То есть я чувствую сердцебиение, я не знаю. Конечно, да, 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 я... Я вот лежала и посмотрела... Да, да, посмотрела, то есть вот сейчас у меня это случилось, я фиксирую этот факт. Вот, плюс вариант еще какой, ну, он запрограммирован как вот фитнес-браслет для того, чтобы контролировать состояние во время бега. Но тоже во время бега, два раза я сбегал там 3 километра к морю и назад, почему-то у меня вывелся один параметр, как средняя частота сидящего сокращения. Я так думаю, потому что мне не получилось. Я зашел в базу, скачал, и я как бы там ничего не видел. То есть есть режим тренировки, там вот выбираешь 15, 20, 40 минут. Ну, вот я два раза в 15 спустился к морю, потом наверх там 200 с лишним ступенек. То есть я чувствовал, что я дал хорошую нагрузку, и, к сожалению, ничего. Ничего я не получил из того, что, ну, как бы я думал, как это проверить. То есть вот это мы посмотрели. Теперь то, что мы говорили. Вот это гистограмма, где опять что вы можете получить. В гистограмме здесь вот опять я могу сказать, что вот смотрите, вот это сделано классическим прибором, где там по 6-ти отведениям можно анализировать. У нас есть определенный коридорчик, как по возрастной норме заложено для меня. И я вижу, что одна порция моих ритмов, она, в принципе, выходит в более низкочастотную часть. Здесь смотрим приблизительно и по форме, то есть один зубец выше, два других пониже. То есть, в принципе, форма и третий, как бы, ну, как бы, вот этот ритмологический промежуточек, и он тоже находится справа в более высоких частотах. То есть мы видим, что, в принципе, похоже. То есть вот этот приборчик по гистограмме дает картину очень весьма похожую, а спектр мощности такую картину не очень показали. Смотрим дальше здесь, да, то есть два практически одинаковых, да, по высоте. Здесь мы смотрим, что эти вот, да, чуть-чуть там есть изменения. Один левый, один правый, один левый, один правый. Ну, чуть-чуть одного там точности не хватило померить, потому что, ну, острых зубцов нету, интервал, соответственно, аппроксимируется очень сильно. То есть я делаю вывод, что, ну, по некоторым вариантам, да, скатерограмма, смотрим тоже, ну, на скатерограмме чуть-чуть, то есть мы видим, здесь у меня вниз, как бы, уходит, а здесь, наоборот, ну, рассеивание идет вокруг, как бы, центрального ядра, более спокойно. На втором измерении, в принципе, ну, уже немножечко картина получше, вот уже здесь у меня выходит вниз, и тут выходит, как бы, более низкочастотную часть. То есть, вот я могу сказать, что, да, и этот прибор можно, при правильном, ну, как бы, я выдал производителю рекомендации, то есть однозначно надо менять электроды, нержавеющие, дешевые за 300 долларов продавать, не совсем корректно, если вы хотите потом эти результаты отдавать на расшифровку кардиологу. То есть, ну, здесь надо немножечко все-таки подрабатывать. Кроме хорошего пластика, надо все-таки вот это вот сделать, и дальше таким образом. То есть, вариабельность сердечного ритма, здесь вот на этой картинке расписано все, где как. Особенно большое значение имеет, что нас интересует, это вагуст нет. То есть, очень тяжело к нему подступиться и его каким-то образом вот оценивать, а главное, как-то на это влиять. Хотя, я говорю, что вот там и по детям, даже в Одессе уже с имплантированным вагуст нет стимуляции, уже стимуляторы у нет этих детей нам попадаются. То есть, это уже стага делают. Но, опять же, здесь нам очень интересно вот эти вещи, которые бессознательные, как-то на них влиять и контролировать степень своего влияния. И также здесь, говорю, что задействовано практически все. Вот. Эту вот теоретическую часть я закончил. Теперь, что я предлагаю, да? То есть, мы можем сейчас, вплоть до того, что продемонстрировать, я сейчас, ну, как бы не сильно критично, что там мои персональные данные, да? Я думаю, что давайте кому, кто хочет на себе попробовать браслетик. Да. Браслетик у нас просто. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...